МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выставке посетители могут познакомиться с книжными иллюстрациями и эскизами к театральным постановкам. Многие из них стали признанной классикой. По замыслу авторов эта выставка, в числе прочего, предложение немного ощутить чувства персонажей произведения. Картины, которые связаны с прогулками по Петербургу, в данном случае. Здесь природа, которая столь напоминает природу наших горок. Пушкинский, онегинский рецепт сегодняшнему жителю города – приехать в горки на выходные. И эта выставка достойна того, чтобы ее пройти, а вернувшись домой, взять с полки томик Пушкина и обратиться к его великому пушкинскому сроку. Экспонаты представлены таким образом, что зрители вновь смогут вспомнить основные сюжетные линии произведения, посетить театр, пройтись по улицам Петербурга, ощутить эмоции Татьяны Лариной, пишущей знаменитое письмо, стать свидетелями дуэли Онегина и Ленского. Выставка приурочена к 225-летнему юбилею поэта. Но в этом году есть и еще одна круглая дата. Пушкин начал работу над первой главой Евгения Онегина в 1823 году и закончил в 1831. Таким образом, сегодня у нас сейчас еще и 200-летие начала работы над Евгением Онегином. На экспозиции представлено более 40 экспонатов. Для посетителей музея-заповедника «Горки-Ленинские» вход свободный. Выставка будет работать до 12 ноября. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.